Доброе утро, друзья. У нас уже 9 поспала. Я вообще сегодня отлично. Отрубилась, мне кажется, 10 еще не было. Начала смотреть ютубы. Такая пью-пью. Киваю, короче. Не смогла больше. Вырубила, пошла спать. Вот я жду завтрак уже в 9 утра. Что-то там тарелками гремят. Наверное, сейчас принесут. Что-то с моим голосом стало, слышите. Вообще пипец. Мой завтрак. Сегодня даже варенье. Точнее, мед. Мед, масло, варенье. Комбаска, сыр, хлеб уже разрезала. Тут какой-то пудинг. Я иду на 8 этаж снова к доктору. С моей соседки постоянно кто-то приходит. Один доктор, кто другой. То какие-то процедуры одни, то другие. А мне раз в деньгу. Буду к тому сама сходи. Надеюсь, выпишут. Сейчас только что с Сашей разговаривала по WhatsApp с видеосвязью. Так, 8, да? Инструктировала, как посудомойку загружать. Саша собрала всех детей. Сказала, мамы нету. Загружаем сами каждый раз после себя. Так, 19, мне туда. И, короче, показывала мне, что куда я там свою руководила. Иногда полезно. Хотя дети так наверняка знают. Они выгружают иногда. Да и загружали, было время. Но, тем не менее, повторение. Мать, учение. Так, мне кажется, в конец коридора нужно. Насколько я помню. Короче, да, мне разрешили домой ехать. Слушай, я опять полубольницы без маски прошла. В конце мне только сделали замечание. Дали маску. Спросили, хочу я до завтра остаться или уже хочу домой. Ну, а что мне здесь оставаться? Они ничего не делают. Так-то, да. Поэтому сказала, что пойду домой. Иду собираться. Здорово, у меня пластыри сменные. Переклеивать. Сказали, мыться можно, только аккуратно, не сильно мочить. Последний обед. О, прям шикарный. Приятного мне аппетита. Я решила еще покушаю и пойду. Вещи, в принципе, уже собираю. Сейчас позвоню, чтобы Саша за мной ехал. Так вам выглядит аппетитно? Нет, но лучше, чем вчера в любом случае, правда, ведь. Посмотрите, тут такая записка, что дорогой пациент, к сожалению, не все, что вы заказали, вы смогли положить вам на обед. Типа там они просят понимания и желают приятного аппетита, да? Я даже не помню, что я заказывала, если честно. Но спаржа там точно была, и макароны точно были. Мне кажется, какое-то мясо я заказывала еще туда. Я не помню, какое. Ну, как-то так, короче. Все собрала. Осталось снять катетер. Чуть не забыла и не ушла вместе с ним. Пойду напомню им, наверное. Саша позвонила, я ухожу. Скучать не буду. Карточку чуть не забыла. Моя инсуменция. Зарядка вроде взяла. А, блин, маску ж надо надеть. Вернула свою карточку. Получила сдачу. Смотрите, ковер меняют, видите? Там новый, здесь старый. Снимают полоски, меняют. Здесь вот тоже видно. Там новый, а тут старый. Блин, так хорошо на улице солнце припекает. Хотя сегодня было с утра пасмурно, ночью был дождь. Довольно противненько было, а сейчас прям классно. Жду Сашу. Блин, не так давно позвонила, чтобы он выезжал. Ой, классно. Сказали, кстати, меньше разговаривать, связки беречь, да? Потому что, вон, голос сами слышите какой. Сказали, возможно, и из-за отека, возможно, и из-за этой трубки, что в меня пихали. Ну, отпустили, сказали, если вдруг станет хуже, там глотать не смогу или дышать будет тяжело, тогда вернуться. Ну, а пока особого смысла там лежать-то и нету, сами понимаете. Буду дома лежать, смотреть. Ужастики. Моя радость. Мы так тебя ждали. Дети соскучились. Где ты ходишь, лежишь, обалдеешь? Пора домой. Вот, где есть у тебя такое. Красота, красота. Давай, садись. Давай сюда. Присаживайся. Давай. Давай. А я как раз хотела тебе сказать, мы точно заедем? Все, что цветы купим. Сейчас пойдем еще? Вот я думаю, либо в этот же, либо в Голландии. Но она такую задачу задала, ей, пожалуйста, не такие цветы. Как это с Голландией. А, да. Либо туда же, либо, короче, туда. Она заказала не такие цветы. Так, куда? А такие, которые за окно вешаются осенние. И где их искать? Ах, Елена его знает. Давай вот сюда же и заедем в Голландию. Какой-то голос ангельский. Да. Спой, Светик, не стыдись. Мне сказали беречь связки, поэтому я с этого момента замолкаю. Буду шептаться теперь. А где он спит помыться на днях? На днях помыться? Да. Так тебе же можно с вашей гумыться. Хотелось бы выше тоже. Пока не что. Я уже дома. Дома все хорошо. Хату не разгромили. Цветочки свои поставила. Какова красота. Булочка, говорю, какая-то схуднувшая на морду. Да, булочка? Кейси довольный. Саша греет супчик. Мама варила. Салфу ее. Ханько. Молодец. Блинок напек, сырник он сделал. С фрикотельками? Да. У нас вот две мамы кухарили. Хату не спалил, видите? Все хорошо. Не пропали. Да. У меня булочка. Чего грустная такая? Сейчас сумку разберу. Мы с Сашей распили уже в магазин. Заскочите. Я купила себе ананас. Я вспомнила, что доктор говорит, что от остеков хорошо ананас. О, пускай буду есть ананас. Значит, вечер. Хлебушка свежего. У нас еще два дня магазины будут закрыты. А я как без чернотона уже три дня сидела. Купила шоколад на пару дней. Точнее, Саша говорит, что это ему все. Это тебе все? Я с вами поделюсь. Да. Прошл раз купили шесть таких шоколадок. Вот таких вот в Коффландии были по акции. Шесть штук. И мы не поняли, куда они делись. Одну я помню, что я съела. А больше ничего не помню. Но нас все съели по одной. И никто не помнит. А я не одной. А нас пять человек. Это как? Это высшая математика, Саша. Вот так. Так, надо разобрать вещи. Это у меня еще осталось в больнице. Почему ты не съела? Потому что вечером, блин, у меня какие-то коллеги по палате попадались, которые 8-9 спать ложатся. Мне потом хрустеть было, как-то неловко спать и мешать. Короче, сейчас я разберу вещички. А, мне пришла еще посылочка. Ну, я не знаю, вам показывать, не показывать. Может, у нас уже достало. Вот, глоссе-боксик какой-то. Здесь наверх. Это, наверное, клей для ресниц. Можешь, Саша, скрыть, показать? Я волк. Будешь моим распаковщиком. Распаковщиком. Сегодня у моей мамы день рождения, кстати говоря. Он такой маленький. Вообще? Я так долго ждала. Он такой маленький. Что это? Не, но мне это хватает. Это клей. Для чего? Для ресницы. Посмотрите, пока Татьяна по больницам. Какая чувырла там с Сашей. Покажи, покажи. Вот грузовик. А он чувырла со мной катается. Смотри какая. Коленки какие-то отжар. Я сошел, кашу облечилась нечаянно. Видишь, как все? А можно любую посадить? Можно и мужика посадить. Можно такую. Татьяна больше нравится? Какая-то более такая правильная. Это что, у тебя какие-то обновления в игре? Или ты только нашел эту фишку? Нет, у меня именно вот. Вот, я его в собаку даже можно. Лучше собаку вози. Ой, ех, спирит. Кто это? О-хо-хо. Пипец, блин. Ну, давай, пока ты там лежишь. В больнице тут что-то не стоит. Так, что-то сниже. Ладно, давай. Давай, собаку сажай ей вперед. Мы созрели на вечеринку. Скоро придет мама Сашина и моя. Заказали еды. Кто что хочет. Какой подарок у нас для тещи? Вы ни за что не догадаетесь. Нет, не догадаетесь. Но она хотела это. Ой, интересно даже будет посмотреть, как она его примет. Такс. Ну, мы вам ничего сейчас не скажем. Артёма отправили за колой. За бухлом, так сказать. Бухлишком. Что-то на стаканчике принести, что ли. А, ты дверь поставил уже? Мы друг друга видеть не будем тогда сидеть. Мне кажется, красиво. Ну, посмотрим. Она красивая. Тебе правда пакет нравится? Да, классный. Мне кажется, такой шурум-буру. Ну, она такая большая. Я, правда, должна несколько раз длила, если честно. Ну, ладно. Всего по чуть-чуть. Ну, вот мне только не нравится, что они потом начинают портиться. Ну, короче, какие-то, допустим, уже завяли, какие-то ещё под речком. Тогда уже нужно сортировать. Я вот думал, розы надо, не надо. А что булка под столом делает? А что ты тут делаешь под столом? Ещё ни у кого ещё ничего не падает. Рано пришло, рано. Так, свечей нету, но поляна накрыта. Видите, как я быстро организовала, да? Суши налепила, пиццу испекла. Ещё нет единственного... Даже шашлыки пожарила. Ещё курица в духовке. В доставке, точнее, в КФС. На дачу съездил, шашлыки пожарила быстро. Да, салатик нарубила. В общем, будем отмечать день рождения этой шикарной женщиной. Куриный хочешь, бери, пока есть. Ты мне кусочек попробовать. Время подарков. Пригодит. А ты, Неман, ты готова подарок? Всё. О, хэппи-день рождения! С днём рождения! Неман, наша людьмина! Неман, Неман, Неман! Принимай нового коня. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ох, какая красота! Будь служит долго! И кормить не надо, видишь, как хорошо? Уже слов нету. Могенький, хорошенький. Классно. Надо подогреть сиденье будет Омми ещё. Подрегулировать, да, надо будет. Подожди. Потом в гараже можешь что-то знать. Нет, нормально, нормально, прекрасно, да. А я думала... Возьми заказ ещё там. А я думала, Саша с террасы загонит. Я потому это, окно там открыла. Ну, ничего страшного. А он решил здесь закатить, ну ладно. Прикольно. Цвет такой красивый, слушай. Он у меня в комнате. Я уже протестировала в подвале, очень удобный. Фу, не в подвале, в гараже у нас там пару кругов объехало. Что-то себе! И цветочки, ой-ой-ой-ой, то, что я хотела. И корзиночка. Самая, наверное, лучшая здесь – это корзиночка. Ой, спасибо. Ладно. Не ожидала. Я в шоке, звезда в шоке. Да. Но мама хотела велосипед, да. Какой багажник спереди, смотри. О! Да я заметила. И за клубками можно поездить, и что хочешь. А, это самая лучшая часть. А с дарей можно муку обвозить. Да, я, кстати, могу. Фонарик, могу. Теперь цепь надо ездить, и шлем. Людмила, так самое главное, что сегодня придется домой на нем ехать. А, да? Хорошо, что без проблем. Фонарик только, Саша, организуем. Фонарик организуем, поедет спокойно. А фонарик тут есть? Нет, вот нет. Очень подходит, кстати. Спасибо, Инна, Петя, Надя. Обнимается. Вообще всем спасибо большое. Ну, неожиданный подарок. Ой, я вообще в шоке. Ну, мы просто знали, что Людмила хочет такой подарок. Вот, взяли, потом вот сюда, если шок. Гошечек. И за борт. Ну, чтобы тогда вас не нашли, дождините. А вот. И так было удобно, если скачите. Может, пойдем протестируем на улице? Что? Туда-сюда, пусть покатается, посмотрит. Пойдем, попробуем. Я вытащу сейчас на улицу его. Ты как лет только достань. Да ладно, не скажи. Вообще, надо помыше быть, наверное. Ну, это по ощущениям, да, может быть. Наверное, немножко. Молодец, Людмила. Хорошо едет. И мне непривычно то, что тормоза нет в этом. Как раньше, на педалях, да? Да, да, да. На ручках. А мне что-то удобнее обычной тормозской. Поехала, молодец. И в бой, пусть придется подниматься. Там, Людмила, 6 скоростей на велосипеде. На правой ручке надо поворачивать ее. Вот, ее поворачиваешь. А как у меня? А, вот там 4-я уже включена сейчас. А мне какая надо? Ну, как вы хотите. А ну там или в горку, или куда? А как ее переключить? Вообще, городской вариант. А если больше, что значит? Больше? Ну, я тоже. Чем больше, тем быстрее, кажется, должно быть, наверное. Хотя надо пробовать, как здесь я не знаю. Я знаю, я знаю, что я в этой... Может быть, наоборот. Я в Баварии ездила. Всю лето я ездила на велосипеде. Нет. А потом Хаинс в конце посмотрел, говорит, Люда, как ты ездила? А там как-то было накручено, что надо было мне... А, самая тяжелая скорость, да? А я откуда знаю. Тебе низко, мне высоко? Ну, нет, нормально будет. Ты залезь сначала и увидишь, как колени. Ну, нога боится. Я хотела попробовать, ну, что ты вступила в ногу. А можно я один раз попробую? Да, можно. Если только один. Ну, ладно. Ключики короткие начали. О, видите, все можно с собой. Да, вот только привыкнуть, что хочется мне педалями, ну-ка. Тормозу, тормозу хочется педалями. Тимура! Ну как? Хорошо. Я думаю, как руль надо. Тимура, как руль? Это по ощущению. Не, вот так, кляма надо. Не, надо так, кляма. Вот так вот. А, мне кажется, это просто сильно. Не надо нажимать. И что, думаешь, не надо его прикручивать? Надо, надо. Не надо, но... Ну, понравилось? Классно, да? Да. Все, мастер. Все, все, фонарного. Все нормально. Все нормально. Ой, булку не эта, не стопчет. Ну-ка! Это? Эй, боже мой, дикай. А Кисю? Кисю, 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 куда ты? Милана. А Кисю чего не смотришь? Вот Кисю, 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 Кисю. Я вот это в сельце. Я вот это в сельце. Седи кисю, кисю. Волнующих встреч. Я надеюсь. Сопровождение. Стрен еще нужно купить. Саша. Сопровождать. Проверю, как. Все, пока. Давай. А мы с Миланочкой пешком. Все, давай, Милана, к бабушке, да? Все, слушайся, бабушка, да? До завтра. Все, а та. Все разошлись. Пыхайте от нас. Рассказывай, как теща? Ласточкой долетела? Да. Теща молодец. Медленно, но уверенно. Саша проводил прямо до самого дома. Говорит, я должен был убедиться. Не повыкла немножко еще тормоза на руле. Она по советскому типу на великой ездит. Если честно, мне тоже в наших было трудно перестроиться. Мне кажется, идеально, когда есть и задние тормоза, и ручные. Но сейчас, к сожалению, такое редко встретишь. Нормально. Доехали, все хорошо. Сказала, ехала бы и ехала. В общем, нормально. Поставили велик. Вот, я думаю, что теперь она будет кататься. Так что еще раз мамулечку с днем рождения. А также мы хотим поздравить нашу подписчицу Юлию. У нее, оказывается, тоже сегодня день рождения. Пусть все твои мечты сбываются. Юля. Всего тебе. Юля. Если бы мы тебя лично знали, мы бы не знали, что тебе пожелать конкретно. Но так мы тебе желаем абстрактно. Юля, всего тебе. Пусть все сложится так, как ты хочешь. А? Да. Что ты разживаешь? Ничего. Ты веселый мой муж. Что, мы пойдем веселиться? С вами, друзья, прощаемся. До завтра. Что ты разживаешь? Я пойду на нас есть, а ты на фури ездишь. Всех вас обнимаем. Ну и завтра обязательно встретимся. Всем пока. Что про течку хотел сказать? Мне очень понравилась ее реакция. Такая настоящая, живая реакция на подарок. Такая, знаете, как в детстве. Обычно у взрослых людей очень трудно вызвать эту эмоцию. Вот как в детстве, когда горят глаза. Это улыбка, это восхищение такое. И было очень здорово. Но мы привыкли чаще всего там уже деньги дарить, да? Вообще, в принципе, люди все вокруг. Это как бы, ну, типа, да, да, спасибо, все. А когда ты попал в точку, подарил подарок прям в точку. И вот это, офигеть, это круто. Это очень круто, когда ты попадаешь на подарок. Я просмотрел на маму, я прям видел, что оно прям в таком восторге. Ее аж трясло, блин, классно. Вот это очень нравится. Так что желательно дарить все-таки подарки, а не деньги. Если есть такая возможность. Конечно, не всегда вы знаете, что подарить. Но если знаете, подарите. Потому что вот такие моменты остаются на всю жизнь все-таки. Всем пока, спокойной ночи. Увидимся завтра.